Здравствуйте, господа! Сегодня я хотел бы рассказать про редиску, которая мне нравится, а именно это сорт Сора. Чем она мне нравится? Смотрите, она очень раннеспелая, то есть после сходов, через 18 дней, ее уже можно кушать. Также отличительной особенностью является ее цвет. Вот как указано на упаковке, так она как и растет, если там семена нормальные, то она такая же ярко-красная. Она слабо острая, крупная, сочная, очень-очень вкусная. Также она даже вне холодильника может лежать там дня два, не теряя своей формы, не становится мягкой. А в холодильнике спокойно хранится 10 дней, только ее там надо класть на нижнюю полочку, чтобы было там по минимуму холода. Ну, впрочем, не мне вам рассказывать, как хранить редиску. В общем, она очень вкусная и она очень классная. Мы с Сору садим уже давно. Ее отличительной характеристикой является то, что она ранее не боится перепадывать температуры. То есть, вот у нас сейчас 14 марта, и получается, высаживать мы ее будем где-то числа 25. Почему? Потому что у нас сейчас еще ночные минусы идут на юге Украины, представьте. А она может легко жить при падении температуры до плюс одного ночи. То есть, пока у нас минус 10, минус 5, это понятно, что это ей не подойдет. Я смотрел по погоде, более-менее температура у нас налаживается где-то числа с 25. Тогда ее можно высадить в открытый грунт уже или под пленочку, но мы будем в открытый. Почему? Ночные температуры сохранятся еще после 25 недельку-полторы на уровне минус 2, но это произойдет естественная стратификация семян. И всходы после наступления тепла благодаря этому будут намного раньше. У нас еще и снежок пролетает. Кстати, мне будет интересно узнать про погоду в ваших регионах, потому что у нас она очень разная. Скажем так, если в Николаеве было-выпало много снега, у нас еще в Херсонской области не было. А сейчас вот у нас, когда вчера выпало много снега, ну, сантиметров где-то 25, что прилично для этого времени, ну, он, получается, уже утром растаял, потому что утром было плюс 6. Вот такая вот совсем непонятная погода происходит. Итак, я тут еще и еще положил рядышком 3 пачки с разными семенами. Для чего? Давайте вот изучим пачку. Что у нас тут есть? Это вот, ну, более как удобство, что ли, для садовода и огородника, выбора семян, что ли? Ну, сейчас все поймете. Смотрите, вот у нас тут есть информация, что высаживаются с третьего месяца по восьмой, прореживание, нагрядки, как это все садится, ну, общая информация. Вроде удобно, интересно, но чего-то не хватает. Сейчас покажу, чего не хватает. Давайте возьмем вот листовую петрушку. Смотрите, что нам еще производитель указал тут на упаковке. Количество семян на 1 грамм, то есть 900 плюс-минус 300 штук. Потом количество дней от посевов до первых сходов 10-25 дней. То есть, согласитесь, что если бы, допустим, вот тут у нас на морковке была такая же вот информация, это было бы гораздо удобнее. Ну, то есть, когда вы берете упаковочку и читаете, что, ага, там, сажать с третьего по восьмой месяц можно. Тут-то у нас вот упаковочка 20 грамм. Соответственно, если там, ну, условно, я беру, что 900 семян, то есть мы понимаем, сколько у нас в этой упаковочке семян уже есть. Плюс, если бы тут еще было вот время от посева к сходам, вот тут-то вот нанесено, было бы удобно. Также давайте еще немножечко обратимся к этой упаковке. Минимальная температура прорастания. Тут вот указано 5-6 градусов, видите? Вот так же, вот я вам говорю, что при плюс одному она может жить нормально и расти, а вот было бы намного удобнее, если бы вот производители указывали все это тоже на упаковочке. То есть, чтобы мы берем и смотрим, что, ага, там, все хорошо, если температура начинает у нас там плюс 5-6, то мы не волнуемся, оно растет хорошо. Из-за этого можно не волноваться, сфора растет и при этой температуре тоже хорошо. И опять еще нюансы. И срок, сколько можно высаживать семена? 2-3 года. Тут-то тоже у нас ничего такого нет. Ну, если бы мы сравнивали эти упаковки, то гораздо удобнее это. У меня есть еще вот третья упаковочка. На примере семена Алтая, Сибирский экспресс. Вот видите, как вот тут вот красиво выбито, все написано крупным шрифтом, классно. И вроде кажется, что тут такого особенного? А давайте я вам покажу. Мы перевернем сюда, и мы увидим следующее. Видите, как тут идет обрезка по линии? И у нас получается прикольная такая бирочка, которая становится на грядке вот так. Если у нас маленькие грядки и 5-6 соток, ну и у нас много всего растет, то согласитесь, что на какую-то там поверхность наклеить это название, когда мы высадили, допустим, 20 кустов только этого перца, это у нас этот рядочек. И именно вот это название, допустим, вот такого, оно висит. Ну или вот так, кому как удобней. Сибирский экспресс, то есть или здесь у нас редиссора. Ну, классно же, согласитесь, удобно, просто и надежно. И если бы мы совместили все полученные данные с трех упаковочек в одну, ну, вот лично для меня, как для огородника, ну, мне так кажется, что это было бы все намного удобнее в пользовании. Особенно вот классно, вот такие бирочки, такая информация, и все это в одном, на одной упаковке, это прям кайф. То есть вы раз взяли, и уже получаете максимум информации, нужной вам для выращивания там определенного типа овощей. Опять же, по ссори, я напомню, что мы живем на юге Украины, мы будем высаживать ее в открытый грунт где-то числа 25 марта. Почему? Потому что у нас сейчас идут ночные морозы, дневные там у нас плюс 4, плюс 5, но в другие года, у нас обычно уже картофель на огороде растет, в этом году еще нет, мы ее в феврале месяце высаживаем. Сейчас пока ждем. И релиз высаживается где-то тоже у нас числа, там, 2-3 марта. Ну, вот такой год, такая погода тоже, смотрите, погоду, ориентируйтесь на нее перед высадкой даже ультра ранних сортов редиса. На этом у меня все. Пишите, какая погода у вас, как вы выращиваете редиску, чем удобряете, ну, в общем, буду рад почитать ваши комментарии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok